Лето, как это ни печально, подходит к концу. На носу 1 сентября. Накануне главного школьного праздника ЛРТ узнал, готовы ли дети и их родители к новому учебному году. Смотри, вот такой есть. Такой есть. Ой, какой-то забавный. Посмотри, смешарики есть. Или розовые к розовому возьмешь. Со своей дочкой, будущей первоклассницей Ариной, отцом Надемина советуются как со взрослой. Еще бы, ведь перед ними стоит такая важная и серьезная задача – выбрать правильные принадлежности для школы в первый раз. Ручки, карандаши, определенное количество, тетрадки написаны каких видов, альбомы, пластилин для рисования, ну, то есть вот для труда то, что им нужно. Оксана признается, волнуется перед школой больше, чем будущая первокласска. Сама Арина, кстати, уже сейчас понимает, в школе будет непросто. Это тебе не детский сад. В садике в чем хочешь, в тема пришел. В школе по времени, а в садике сколько хочешь, столько и пришел. К первому сентября готовятся и старшеклассники. Дарья Исакова, например, сама покупает все для нового учебного года. Девушка очень ответственно подходит к выбору школьных принадлежностей. Да, я выбираю сама себе тетради, отсчитываю, сколько мне нужно, сколько я могу списать. Ну, как бы уложиться в то, что я куплю. И чтобы не оставить пустые листы в тетради. Конец августа. Горячая пора для школьников и их родителей. Например, в этом канцелярском магазине сегодня аншлаг. Все хотят успеть подготовиться к новому учебному году. Ольга Косенкова даже приехала в Люберцы и стал дома, чтобы выгодно купить школьные товары для детей. Ну, например, даже если мы у себя будем в городе покупать, да, вот если я сейчас ручку взяла здесь по 6 рублей, то как минимум будет 1,15 она стоит. Тетради большие, маленькие, в клеточку, в ледничку. Это ручки, кисточки. Подготовить ребенка к школе сегодня можно очень выгодно. Канцелярские магазины предлагают широкий ассортимент товара по разным ценам. Каждый человек проговаривает, на какую примерно сумму как-то. Или деньгами он расплачивается, или половина деньгами, половина карточкой. Все это обсуждается. У всех разное, у всех финансы разные. Из всех опрошенных родителей никто так точно и не смог назвать нам ту самую сумму. Наверное, она и правда для каждого своя. Но пока до школы остается все меньше и меньше времени, и хочется пожелать родителям и школьникам легких покупок и разумных трат. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова